В современном мире нас окружает множество полезных вещей. Человек придумал и сконструировал разнообразные устройства и приборы, которые позволили ему подниматься высоко в небо, погружаться глубоко в море, осваивать космические дали и строить гигантские небоскрёбы. Но как человеку удалось всё это придумать? Обо всём этом Елена Максимова, современная писательница из Архангельска, рассказывает в своей книге «Подсмотрено у природы». Наблюдая за полётом птиц, человек издавна мечтал сам подняться в воздух. Одну из идей для полётов человек подсмотрел у растений. Конечно, сами растения не умеют летать, но их семена ещё как умеют. Подхваченные ветром, семена одуванчиков кружатся совсем как маленькие парашюты. Благодаря пушинке, которой прикреплено семечко, ветер относит их далеко от места, где они выросли. И тот же самый принцип повторяют парашюты, изобретённые человеком. А сейчас давайте сделаем свой парашют и отправим парашютиста в полёт. Для этого вам понадобится бумажная тарелочка, цветная бумага, картон, ножницы, цветная пряжа, клей, степлер, двусторонний скотч и фигурный дырокол. По шаблону из цветной бумаги вырезаем детали парашюта. Две из красной бумаги, две из синей и две из жёлтой. Из картона по шаблону вырезаем фигуру парашютиста. Если есть возможность, то распечатайте человечка на цветном принтере. Фигурным дыроколом вырезаем цветы для украшения купола парашюта. На бумажной тарелочке находим центр окружности. От центра проводим прямую линию. От этой линии отмеряем по шаблону первый сектор. Затем проводим линию второго сектора. Намечаем третий сектор, четвёртый сектор, пятый сектор и, наконец, отмеряем шестой сектор. Обратите внимание, что между первым и шестым секторами остался узкий треугольник. Этот пустой сегмент нам понадобится для последующего склеивания. Разрезаем тарелочку по стороне узкого треугольника до центра. Начинаем наклеивать лепестки парашюта на сектора по порядку. На первый – жёлтый, на второй – красный, на третий – синий, на четвёртый снова жёлтый, на пятый – красный и, наконец, завершаем, наклеивая синий лепесток на шестой сектор. Узкий треугольник остался белым. Украшаем купол парашюта цветами. Расположение цветов выбирайте по своему вкусу. Дыроколом около красных секторов прокалываем по два отверстия. Старайтесь, чтобы расстояние между отверстиями было одинаковым. Очень аккуратно начинаем выгибать тарелочку, чтобы цветная часть купола стала выпуклой. Из цветной пряжи отрезаем нить длиной примерно 25-30 см для петли. Нить складываем вдвое и завязываем узел. Полученную петлю вставляем в прорезь к центру. Узелок петли должен остаться с обратной стороны купола парашюта. Стороны узкого белого треугольника соединяем, накладывая друг на друга и скрепляем степлером. Границы жёлтого и синего секторов уравнялись и купол парашюта стал более выпуклым. Из пряжи отрезаем два отрезка нитей по 60 см. Это будут стропы парашюта, за которые будет держаться парашютист во время парения в воздухе. Вставляем нити стропы в отверстие около красных сегментов. Необходимо проконтролировать, чтобы отрезки нитей были одинаковой длины. А вот так проходят нити с внутренней стороны нашего парашюта. Если все четыре отрезка нитей одинаковой длины, то их можно связать в один узел. Парашют готов! А теперь будем готовить парашютиста к полёту. Можно раскрасить его или распечатать фигурку человечка на цветном принтере. Со стороны спины наклеиваем полоску двустороннего скотча. Стропы парашюта наклеиваем на скотч. Запасным парашютом в рюкзаке будет служить конфета, на которую наклеен двусторонний скотч. Рюкзак-сюрприз наклеиваем на скотч, закрывая узелок и хвостики ниток на спине парашютиста. Парашютист готов парить над землёй, наслаждаясь полётом, как птица. В нашей библиотеке номер 18 Северного округа вы можете познакомиться и с другими книгами из серии «Истории изобретений и открытий». Читайте книги и мастерите вместе с нами!